Всем привет, уважаемые друзья, с вами Иной. В своих предыдущих видео на канале я много рассказывал о достоинствах игры Guild Wars 2, которую по-прежнему считаю лучшей MMORPG на данный момент. Но, разумеется, в любой бочке с медом найдется своя ложка дегтя, и сегодня мы поговорим о минусах проекта. Добро пожаловать! Самым главным минусом, который, впрочем, многие считают плюсом, является в игре отсутствие русского языка и даже кириллицы. Первое, сильно влияет на понимание сюжетной линии игры, которая здесь весьма богата и наполнена событиями. А второе, просто начинает выбешивать тебя со временем. Все эти русские буквы Щ, состоящие из трех английских букв, апострофы вместо мягкого знака и попытки написать в чате на русском, приводят к череде пробелов, если ты был невнимателен к языковой раскладке клавиатуры. Иногда бывает так, что ты, не посмотрев на выставленный язык клавиатуры, начинаешь печатать большое предложение, а потом, взглянув на экран, понимаешь, что перед тобой гора пробелов. Это нереальная бомба-балейла со временем начинает колить тебя. В продолжении лингвистической темы хочу сказать, что в игре есть неприятие чужого языка и заметный хейт по этому поводу в чате. Например, когда испанские игроки начинают что-то писать в пвп-лобби, то тут же гора людей начинает вонять по поводу того, чтобы они писали на английском. Простите, а на каком основании? У людей есть свой язык, своя культура, в конце концов, своя локализация. На каком основании они обязаны подчиняться чужим прихотям? А потом, ну и где же эта европейская толерантность? Куда она сразу растворяется? То же самое можно встретить и в отношении русского языка, если ты начинаешь с кем-то общаться в канале Say, то есть когда это видно в эфире. Можно услышать много нового о своей любимой родине. Это происходит не часто, но имеет место быть. Земной шар принадлежит не только англоговорящим людям, а потому каждый имеет право говорить на том языке, который ему понятен, и никто не вправе запрещает тебе это делать. Так что первым минусом игры я ставлю отсутствие локализации и возможность писать на кириллица в чате. Следующий момент это скрытый гринд. Да, в игре нет такого гринда, как встань на поляну, убей тысячу мобов для пробуждения оружия или выбивания заточки, но если вы захотите собрать или скрафтить себе асцендацет брони, не докупая ресурсов на аукционе, то вам придется потратить немало времени, собирая эти самые ресурсы. Я промолчу о том, что некоторые из них можно крафтить только раз в сутки. Это тоже как бы насильное удержание игрока в игре. Если говорить об асценда бижутерии, то ее можно получить многими способами, но основным является фарм третьего сезона живой истории. На протяжении нескольких дней вам придется бегать по карте, собирать попадающиеся ресурсы этой карты, а также выполнять все задания сердечек. И так на протяжении нескольких дней. Со временем это начинает надоедать. Конечно, у вас всегда есть выбор, но мне он представляется видимым. Любой выбор приведет к долгому гринду чего-либо. Я уже промолчу о создании легендарного оружия. Там вообще, туши свет, бросай гранату. Сначала прокачай все мастер из для открытия коллекции, потом выполни эту коллекцию, потом скрафтай заготовку, части которой можно создавать только раз в 12 часов, потом выполни еще одну коллекцию, потом опять крафтай. В общем, легендарка это занятие не на дни, а на неделе и даже месяце. Второй минус игры – скрытый гринд. После того, как вы оденетесь, вам захочется пойти испытать себя в высокоуровневых фракталах и рейдах. Но и тут все непросто. Во-первых, рейд потребует от вас определенных условий. Шмот должен быть вот с такими-то характеристиками, роны в нем такие-то, билд такой-то, а ротация вот такая. Еще вас могут попросить 200 ли. Ли – это сокращение от Legendary Insight, ресурс, получаемый за убийство рейдовых боссов. То есть, по сути, порог вхождения в рейд – это особый шмот, особый билд и 200 убийств рейдовых боссов. Интересно, откуда вы должны их взять, если только пришли в игру? В противном случае, вам придется вайпаться в рандомной пачке до тех пор, пока вы что-то не поймете. Третий минус – это особые условия для высокоуровневого контента. Если вы решите сходить на сезонную PvP-арену с претензией на рейтинг, то готовьтесь к тому, что вас ждет много подожженных пуканов ваших тиммейтов. Как правило, в любой игре найдется один гуру, который начнет учить всю команду, как правильно надо жить, кто и куда должен идти и что делать. Когда матч закончится, а вы победите, то в сводной колонке достижений у такого крикуна будет большой жирный пробел. И конечно же этот крикун резко свалит, чтобы вы не успели запомнить или скопировать его ник и высказать свои мои лучшие пожелания. К PvP-контенту можно отнести и межсерверное противостояние, где нон-стопом идет война за захват территорий. Если вдруг вам не повезется командором отряда, то вас можно смело переименовать в вайп-отряд. Не говоря уже о том, что некоторые сервера в силу своей малочисленности просто не могут тебе позволить доминирование, их просто задавить зергом. Четвертый минус игры, гуру и лжегуру PvP-контента. Теперь давайте поговорим о тех, кто вас будет окружать в игре. Это комьюнити. Про лингвистический вопрос я уже рассказал, а теперь давайте перейдем на частности. В целом, в целом, комьюнити в игре неплохое. Люди стараются как-то помогать друг другу, резать, если вы вдруг упали, отвечать на вопросы. В России такое представить сложно. После любого вопроса в российских чатах тебя смеют, потом отымеют твою мамку, а после предложат идти куда подальше. Здесь такого нет. Но иногда ты можешь встретить больных на голову людей, как, например, на том же PvP. Я не раз был очевидцем того, как во время пылка битвы за точку твои тиммейты и ты попадали, и пока ты лежишь, то содержаешь такую картину, как какой-нибудь некор стоит на пригорке и просто автоатачит с посоха. Это просто мистер долбанная автоатака. Когда ты намекнешь ему, что на посохе есть не только первый скил, то он отправит тебе знак вопроса в чат или просто перестанет даже автоатачить. В том же PvP логика некоторых людей устроено так, что не может построить простейшую цепочку. Например, выдрались с кем-либо и одновременно упали. К тому же некроманту гораздо проще встать на ралли, чем, допустим, Сину. Тут бежит твой тиммейт и вместо того, чтобы поднять тебя, начинает с руки дамажить этого павшего некра. За это время некр успевает добить тебя с руки и встать на ралли. Скажу честно, спектр ваших эмоций в этот момент выходит за пределы вашего понимания. Ваша матрица логики рушится на глазах и даже железная стальная воля не способна удержать ее от разрушения. Другой пример. Во время боя с мировым боссом вы не рассчитали силы и упали. Некоторые игроки будут прыгать по вашему жаждущему поднятию трупа, пока вы не напишите об этом в чат сейд, чтобы это видели все окружающие. Пятый минус проекта – это нелогичное и временами равнодушное отношение игроков к вам. Контент, принадлежащий только одному из дополнений. Например, популярный сейд с вайпер характеристиками является частью дополнения Heart of Thorns и в дополнении Path of Fire вы его не встретите. Есть конечно некие аналоги, похожие характеристиками, но это не то. Да и вообще в каждом из дополнений есть куча всяких фишек, ради которых его стоит покупать. Недавно один из участников моей гильдии написал мне о том, что он не может брать гильдийские бафы в гильдхолле. Я спросил, куплена ли у него игра и представляет ли он гильдию карет, когда берет бафы у NPC. На что мне прислали скриншот, где NPC просит его купить дополнение Heart of Thorns, чтобы брать у него бафы. Но это уже вообще просто за пределами моего понимания. То есть у человека куплена игра и дополнение Path of Fire. Какого хрена участник гильдии не может пользоваться преимуществами своей гильдии, если у него нет одного из дополнений? Алло, ArenaNet, остановитесь, пока не поздно. Еще совсем недавно я столкнулся с такой ситуацией. Я стоял в PvP матче и ожидал его начала. Как вдруг какая-то русская девка из противоположной команды начала спамить в личку о том, что и ник у меня уродский, и сам я урод, да и зачем меня родили? Хотя я просто стоял и ждал начала матча. В эти минуты я сильно задумался о том, нужна ли мне российская локализация, ведь таких идиоток станет в разы больше. Честно говоря, написала всю вот эту дрянь она, а стыдно почему-то стало мне. Я вдруг представил, что не дай бог она бы в совершенстве знала английский и каждый матч писала тому, чейник ей не понравился, о его ущербности. Такие люди просто уродуют лицо нашей страны и в очередной раз показывают, что мы дикие. Мы дикие. И место наше не в Гилдворс 2, а в лесу с медведем и балалайкой. При всем моем уважении и к тому и к другому. Друзья, сегодня я постарался рассказать вам о тех минусах, которые вот прям очевидно бросаются мне в глаза. Конечно, ваше право со мной не согласится. Я даже знаю, какие проекты вы можете привести в пример, когда я начну рассуждать о том же гринде. Но это оценочное видео, созданное исключительно для ознакомления. Пожалуйста, напишите в комментариях, какие минусы у игры видите вы. А с вами был Иной. Человек со сплошными плюсами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока.